Пусть это не лёд, но тренировки здесь проходят в не менее сложном режиме. О том, что придётся попотеть, будущие мужчины поняли сразу после разминки. Наклоны, отжимания, растяжка, движения на координацию и силовые упражнения. Главный тренер женской национальной сборной по хоккею Михаил Чеканов постарался сделать мастер-класс по-детски, с юмором. И теперь меня есть на одной ножке, прыгает и прыгает. Ручками летает, поехали, айс мой. Вот она есть у меня, видите, на одной ножке прыгает. Необходимые для хоккеистов элементы воспитанникам детско-юношеской спортивной школы по зимним видам спорта показывают именитые спортсмены, которые в детстве также с любопытством наблюдали за наставниками и заряжали желанием играть в хоккей. Когда я был маленький, смотрел на ребят команды автомобилистов Свердловск, Луч Свердловск. Вот это в Екатеринбурге я родился, поэтому как они тренировались, как они тренировались на льду, на земле, то есть мы за ними старались что-то повторять. И, конечно, эта преемственность поколения очень важна. Я считаю, что для родителей это полезно, что они увидят, как профессионалы работают, как они могут со своими детьми также работать. Но надо проводить такие мастер-классы, тем более в Сочи. Профессионально скользить по льду и забивать шайбы снежным барсам пока не удается. Но каждый из них поставил себе цель – стать настоящим хоккеистом. Семилетний Лев Каличев, например, мечтает стать вратарем. И от мастер-класса мальчик остался под впечатлением. Мне больше всего понравилось упражнение, чтобы попасть шайбой в ворота. И делать от той точки до стойкой – бабочкой, лягушкой, слоником. И еще понравилось отбирать мячи. Организатором мастер-класса выступил Оргомитет Сочи-2014 с целью привлечь молодое поколение к занятию спортом. Тем более, что все необходимые условия для развития профессионального хоккея на курорте уже есть. Татьяна Нагорская, Борис Осинь, телекомпания ФКТ.